Особенности квалификации преступных нарушений правил охраны труда. Тема очередного мероприятия – учебно-методического сбора молодых следователей. В центре внимания – поражение электрическим током. В регионе в минувшем году зафиксировано два случая, когда пренебрежение к инструкциям и беспечность привели к трагедии. В 2017-м смертельных поражений электричеством на рабочем месте уже также два случая. Нами в текущем году в рамках проведения учебно-методического сбора с молодыми сотрудниками запланировано совместно с сотрудниками Брестэнерго проведение учебно-методического сбора именно на учебном полигоне Брестэнерго для того, чтобы следователям довести определенные нюансы работы на высоковольтных линиях электропередач с учетом имеющихся ограничений. Расследование дел, которые связаны с поражением электрическим током, имеет свои нюансы. Следователь должен понимать, как функционирует тот или иной объект, разбираться в оформлении документации. Только зная, как должно быть правильно, можно понять, где были допущены роковые ошибки или нарушения. Участникам мероприятия рассказали о ежедневной работе сотрудников Брестэнерго, а также продемонстрировали процесс замены изолятора и оказания первой медицинской помощи при поражении током. Расследование уголовных дел данной категории, проведение проверок, а также первичный осмотр, приведенные места происшествия, достаточно сложен. Сложен, потому что до приезда следователя возможно видоизменение обстановки, возможно внесение коррективов в обстановку. Само по себе достаточно трудоемкий процесс. Изначально требуется изъятие первичных документов необходимых. На данном мероприятии нам указывают, какие документы необходимо изымать, какие документы должны вообще быть, медицинское свидетельствование перед началом, наряды и так далее. Все это для молодых следователей особенно интересно. Энергетики особо подчеркивают, что электрический ток не терпит пренебрежительного к себе отношения. Шутки с ним обычно заканчиваются плачевно. Знать и помнить об этом важно не только тем, кто связан с силой электричества по долгу службы. Особенно я хочу еще обратиться к потребителям, особенно к охране электрических сетей. Не подниматься ни на опоры линии электропередач, не приходить. При оборванном проводе запрещается приближаться ближе 8 метров. Самое главное, особенно смотреть сейчас, возвращаются дети в школы, самосмотреть, чтобы они не лазить ни в ТП. В любом случае, если вы обнаружили все эти повреждения, вы можете звонить оперативному персоналу, который круглосуточно, в любом случае ваши все замечания не останутся без внимания, и они будут полностью устранены.